Благодаря последним сигналам из Еревана появилось чувство осторожного оптимизма, что проект Зангизурского транспортного коридора будет реализован, причем в полном объеме, сказал спутник Азербайджан. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя желание Еревана закрепить с Баку договоренности по железной дороге, которая свяжет Азербайджан с Нахчеваном через Армению. По словам Коротченко, разблокировка транспортных коммуникаций — это одно из важнейших требований мирного урегулирования. Это предусмотрено трехсторонним заявлением и последующими договоренностями лидеров Азербайджана, России и Армении. Мы видим, что этот процесс происходит непросто, но судя по последним сигналам из Еревана, судя по заявлениям Пашиняна, есть чувство осторожного оптимизма, что проект Зангизурского транспортного коридора будет осуществлен, и причем в полном объеме, — сказал он. При этом, Коротченко напомнил, как президент Ильхам Алиев в одном из своих заявлений подчеркнул, что Зангизурский транспортный коридор должен включать в себя не только железнодорожное и автомобильное сообщение между Нахчеванской автономной республикой и основной частью Азербайджана. В коридоре также должны проходить трубопровод для поставок газа в Нахчеван и высоковольтная линия электропередачи. Это чрезвычайно важно. Я думаю, это прагматичный, обоснованный и эффективный подход, отметил военный эксперт. Однако главной проблемой во всем этом, по словам Коротченко, может стать именно статус Зангизурского коридора. Согласно трехсторонним заявлениям, это должен быть экстерриториальный коридор, без армянской таможни и пограничников. Но Ереван может начать настаивать на обратном, и тогда Баку автоматически получит право ввести свои соответствующие структуры в Лачинский коридор, подчеркнул он. Но будем надеяться, что, невзирая на попытки реваншистских сил в Армении заблокировать проект Зангизурского коридора, премьер-министр Никол Пашинян сможет реализовать решение по нему в практическом аспекте, а Россия употребит все свое влияние, чтобы этот проект был запущен как можно скорее, заключил военный эксперт. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.